В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Криминальные хроники – это, как правило, результат происшествий, когда знаешь, как погибла жертва, кто оказался за решеткой и сколько лет он проведет в местах заключения. Сегодня мы отойдем от привычной практики и посвятим выпуск одной из самых серьезных и спорных тем – как из пострадавшего не превратиться в злоумышленника. Смотрите прямо сейчас. Эксперты нам говорят, мы имеем право защищать свою жизнь любыми доступными способами. Юристы это право подтверждают, но тут же напоминают о том, что как только этим самым правом мы воспользовались, уже мы должны доказывать, что преступник – человек, который напал на нас. Где заканчиваются пределы самообороны? Что это такое? Что делать, когда на вас нападают? Об этом мы подготовили большой специальный репортаж. На сегодняшний день есть целых четыре статьи, под которые может попасть сама жертва преступления. То есть, по факту, человек должен сто раз подумать, прежде чем нанести упреждающий удар. Людям зачастую, которые попали в такую жизненную ситуацию, крайне сложно доказать, что это было именно самооборона. Разобраться в том, реально ли защитить свою жизнь, соблюдая законы, при этом не остаться на одной скамье с преступниками, нам помогут квалифицированные эксперты. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Анжелика Евдокимова, юрист Игорь Шуман, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман, а также Валерий Ключков. Человек, который много лет готовил бойцов специальных отделений, работал профессиональным телохранителем и сейчас обучает своих многочисленных учеников приемам самообороны. Это мой друг, мой ученик Дмитрий Чекалкин. Это ветеран боевых действий, ветеран спецподразделений, то есть человек, который награжден с правительствами наградами. Сейчас находится, так сказать, на вольных хлебах, на интересной службе. И поэтому он не бандит, совсем не бандит, а наоборот даже. Я добрый. Но сегодня роль Дмитрия будет заключаться именно в нападении на жертву. Банальная ситуация. Идем по улице, хулиган вырывает сумку. Самый верный способ оставить преступника без добычи – носить все ценное, ключи, деньги, документы в разных местах и карманах. Человек сорвет сумку, побежит, и вы притормозите это, и он вынужден будет остановиться, может быть, испугать, может быть, вас ударить. Вы должны опередить это, ударить ему, привозить в пах или в колено. То есть ногой ударить, чтобы было больно. Я должна при этом думать, чтобы ему было больно, но не слишком. Вы вообще не должны об этом думать. Вы должны бить и все. Иначе вы останетесь без всего. Я дам еще один совет. Если случилось такое, что вы стали участником нападения и вышли, так скажем, из схватки победителем, вы обязаны, обязаны оказать первую помощь пострадавшему. Эту обязанность нас закон не снимает. То есть вы должны вызвать полицию, вы должны вызвать скорую. То есть вы должны максимально обеспечить возможность жить нападавшему на вас лицу. Конечно, с юридической точки зрения, институт необходимой обороны – сложнейшая материя уголовного судопроизводства. Но за этим-то стоят живые люди, которые, может, и выжили благодаря счастливому случаю и собственной реакции. В законе о самообороне не сказано об этом вообще ничего. А применение оружия сказано. Если ты применил, ты должен сразу сообщить, вызвать, оказать помощь. А самообороны – нет, не сказано. Это раз. Во-вторых, получилось так, вам повезло. Вам повезло. Он не ожидал от вас. Вы ударили, бах, он отскочил, упал. Вы стоите, оказываете ему помощь. Глупо. А он что сделает? Он вас сломает и все. Он очнулся тут же. Вы откуда знаете, кто перед нами есть? В производстве следователей Рязанского следственного управления уголовные дела, предусмотренные статьей «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны», встречаются достаточно редко. Так, если обратиться к статистике, то в этом году таких уголовных дел было направлено в суд 2. Вот только за решеткой почему-то оказываются сотни женщин, которых поправки в закон могли бы спасти. Все они оказались в СИЗО и колониях только потому, что их действия под самооборону не попали. Что касается российского законодательства, то четкой градации, где это происходит, нет, к сожалению. И в своей квартире вы тоже можете превысить пределы необходимой самообороны. Факт вещь упрямая. Видите, жертва, видите, человек. Нет. Факт. Это как Райкин говорил. Помните, он в 12-й квартире живет, самогонщик. Вы когда-нибудь видели, заводка и магазин бегает? Нет. И я не видел. Сам гонит. А он говорит, не пьючий. То есть факт есть, а интерпретировать мы можем по-разному. На практике, конечно же, уголовные дела возбуждаются по статье 105 УК РФ, потому что первоначально непонятно, при каких обстоятельствах было совершено убийство. И только в процессе расследования следователь, уже выясняя все обстоятельства совершенного преступления, выясняет также мотивы, умысел. И в случае, если выясняется, что убийство было совершено при превышении необходимой обороны, то есть человек был поставлен в такие условия, когда он был вынужден совершить такое особо тяжкое преступление, здесь уже происходит переквалификация, и его действия переквалифицируются на статью 108 УК РФ. В идеале желательно всем нам уметь давать сдачи. Но по улицам ходят не бесстрашные киношные герои, а реальные люди. А преступник не будет ждать реакции. Он сказал, убью, бам, что-то там, застрелю, там, раз, зарежу, подставил что-то. Тёмный подъезд там, да, это произошло очень быстро. И вы так совершили, что у вас было там в руках, там, где-то же ключ, да, уткнули, пропали ему в глаз. Кстати, ключи – один из шансов на спасение от того же насильника. Если подходя к подъезду, вы зажимаете их в руке так, чтобы они торчали между пальцев. Но вот пример. Мужчина совершал пробежку, за ним увязались трое хулиганов. На каком-то этапе он вспомнил, что в кармане огромная связка ключей. И, по сути, использовал её в качестве кастета. У одного из преступников в итоге порвана щека, сломана челюсть. Жертва нападения не оказалась в тюрьме только благодаря грамотным показаниям. Мол, подбегал к дому, достал ключи, уронил. А когда поднимал, увидел летящий в голову кулак и, не глядя, отмахнулся рукой. Сейчас чётко сказано, что человек вправе защищаться всеми доступными ему в данный момент способами и вовсе не обязан соизмерять свои действия с действиями преступника. Ну, разве что в совершенно очевидных случаях. Недавно в Рязани поймали насильника, который вернулся на место преступления и решил добавить к своему списку криминальных заслуг девушку, наклонившуюся в салон автомобиля. Первое правило в такой ситуации – как только руки идут в упор, сразу бейте напавшего на вас ногой. Вот приблизительно с такой скоростью. Отсюда. Раз. Тю-тю. Прямо вот так, жёстко. Вот так. Любой приём самообороны – серьёзная наука, но с таким количеством преступников лучше выглядеть параноидальным шизофреником, чем оказаться в больнице, тюрьме или морге. Если у нас с вами там свет был, а здесь зашли, его нет, вы сразу закрываете один глаз. Один. Когда сходите в темноту, потом открываете второй глаз, быстро адаптируетесь сразу. Вся опасность прячется за углами, но если проходить такие лестницы с большим радиусом, то сначала вы увидите маньяка, а потом он вас. Да, я вас вижу. Ну, поэтому вы уже будете насторожены. В тёмных подъездах, где и на крики пожар выбегут единицы, лучше забыть обо всём, кроме личной безопасности. Сейчас встало правильно, Олеся, встало правильно. Но чаще всего они отворачиваются. Встал, и они отворачиваются, чтобы как бы не встречаться взглядом, да, с человеком. Нет. Нельзя оставать спиной к человеку незнакомому. То есть сразу в сторону, всё. Идёт диалог. Вы куда? Здравствуйте. На какой этаж? Входите, пожалуйста. Ну, там вперёд. Потом пришлёт. Если такой попутчик не имеет на вас видов, он спокойно подождёт лифт ещё пару минут. Лицо, в отношении которого возбуждается дело по статье «Превышение необходимой самообороны», обязан чётко понимать, что он, а не кто иной, должен доказать, что иного способа разрешения данной ситуации, кроме как самообороны, не было. Это крайне сложно. Я из ребят, которые тренируют, говорю, что если ты готовьтесь садиться, это данность, это данность. Но тут выбор, как мы говорим, да, либо тебя будут судить 12, либо понесут четверо, шестеро, да, с крышкой вместе. Ещё один казус законодательства. Напали с пистолетом, убедись, что он настоящий. Простому обывателю отличить игрушечный пистолет в темноте, тем более, это нереально. Однако в этом случае также будет превышением необходимой самообороны, потому как гражданин не убедился в том, что это боевое оружие. Я считаю, что к закону немножко по-другому подходить. То есть есть факт и есть человек. У нас всё-таки правосудие. Мы должны правильно судить. Есть добропорядочный гражданин, которого должен защищать государство. И есть мразь, которая должна быть наказана. Ещё один актуальный вопрос – что считать оружием? У нас нет закона о том, что бойцовая собака должна приравниться к оружию. То есть нападавший дал команду «ФАС», собака подлетела к ребёнку, нападавший подлетел тоже к мужчине этому. Мужчина нанёс несколько ударов, после чего нападавший скончался, и ребёнок с укусом был доставлен в больницу. Однако ситуация сложилась таким образом, что сейчас до сих пор, насколько мне известно, ведётся следствие. Это уже не первый год, можно сказать. Сторонники более жёсткого подхода обычно говорят, что если автоматически оправдывать за самооборону, все начнут убивать и говорить, что защищались. И эти правовые взгляды, увы, не на стороне реальных жертв. Мы садимся в машину, все кругом «Би-би-фа-фа, куда лезешь? Где я тебе?» Пистолеты хватают, стреляют, подрезают, морды бьют. Сел в машину, до машин дошёл. «Ты где ты паркуешься? Ты чё здесь нет?» Поехали. В магазин зашёл, тебя нахамили, там толкнули. И единственный метод избежать продолжения конфликта – минимизировать его. Нахамили – иди мимо. Иди дальше. Идёшь мимо, тебе кричат, ты иди сюда, идёшь мимо. Оказывается, это тоже целая наука. Психологическое давление действует по принципу воронки. Сделаешь это, нет, не сделаю. Я тебе это сделаю, нет, не сделаю. Тогда я тебе вот это сделаю, это не сделаю. Тогда я тебе твоих детей... И всё. И мы как бы поддаёмся давлению. Давление, оно происходит всегда по как бы нарастающему. Бывает так, что вслед за вами в лифт вбегает преступник. Всегда старайтесь держать дистанцию. И будьте готовы к действиям. Короткие, чёткие удары могут спасти жизнь. Здравствуйте. Вот. Уже лучше. Вот. Сейчас ты реалистичный. Да. На заметку, изнасилование считается таким преступлением, по которому не может быть признано превышение пределов необходимой обороны, поскольку обороняющаяся сторона не имеет возможности нанести напавшему соответствующий его деяниям вред. И снова жирное «но». Шесть лет лишения свободы получила по приговору Симоновского суда столицы 26-летняя Вера Пестрякова, убившая таксиста-частника, пытавшегося её изнасиловать. К счастью, защита обжаловала решение в Мосгорсуде. Это дело напоминает историю москвички Александра Иванниковой, убившей в состоянии эффекта таксиста-частника Андрея Богдасаряна. И таких историй миллионы. Никто никогда не спросил у тех изнасилованных женщин, каково им стало жить после этого. Как они вообще живут. Униженные, оскорбленные. У них ещё есть мужья, которые будут упрекать каждый день. То есть у них там крыша поедет. Просто люди с ума сходят. Как жить им вот такими? Как? А их ещё обвиняют во всём. А ещё она там... А некоторые сопротивления ещё оказали. Тот, кто не дал себя изнасиловать, тот оказался виноватым. То есть вы вдумайтесь только вот в это. Помочь справиться с преступником иногда может любой предмет в руках. Ключи, зонтик, перчатки и даже фонарик. Хотя бы на секунду дезориентируйте преступника и шансы убежать увеличатся. К сожалению, сейчас следствия и суд чаще всего руководствуются правилом, если есть труп, то должен быть зэк. Совершенно не интересуясь тем, почему, собственно, этот труп вообще стал трупом, и что он сам для этого сделал. Недавно молодые питерские пранкеры с риском для здоровья провели и выложили на Ютубе социальный эксперимент, имитирующий нападение преступников на пенсионеров. Место для опыта выбрали не случайное. Ранее именно в этом подъезде уже случались резонансные нападения на стариков. На роль пострадавшие молодые люди пригласили актрису пенсионного возраста. Роль бабушке досталась нехитрая. Сто и погромче кричи, что грабят и убивают. Но проходящая мимо молодежь в лучшем случае ускоряла шаг, а большинство вели себя так, будто ровным счетом ничего не происходит. Первая помощь пришла только с четвертой попытки. То есть настоящие преступники смело могли открыть в этом подъезде точку по отжиму денег, никто бы и слова не сказал. Только ребята спортивного телосложения бесстрашно поставили нападавших на место. Но представьте на секунду, что ситуация реальная. И защитник метко попадает настоящему преступнику, к примеру, в больную печень. Кто в итоге сядет первым? Мало того, что у нас за самооборону дают срока, то есть нам просто связывают руки и все. И мы ходим и боимся, что на нас нападут, и мы останемся опять в ничем. Часть защиты нашего законодателя, хочу сказать, что эта проблема не только в России стоит. Она стоит во всем мире и очень остро. Универсального совета тут быть не может. Но помните главное – суд возможно выиграть с помощью хорошего адвоката. Но для этого главное – остаться в живых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok